Здравствуйте, уважаемые путешественники по виртуальным мирам Майнкрафта. Приглашаю вас вновь посетить мир своего героя и получить возможность насладиться мощью мирного атома из моды Industrial Craft 2. Герой этого мира стремится прорваться к технологиям улучшенных солнечных панелей, которые позволят осветить дома и улицы этого мира светом электрических ламп. Для прорыва нужна материя. Попытка крафта показала, что материя нужна целыми сундуками, поэтому назрела необходимость построить автоматический завод материи. На таком заводе мы и находимся. Приглашаю вас прогуляться по нему. Завод разделен на три части. Первая часть это генератор материи и энергетическая установка, обеспечивающая его. Вторая часть завода это утилизаторы и энергетическая установка, обеспечивающая их. И третья часть это генераторы булыжника, которые состоят из шести реакторов и шести автоматических, и шести автошахтеров. Дело в том, что мой герой оставил автошахтер с единым реактором добывать ресурсы, ушел, пришел и обнаружил целый сундук булыжника. Полез разбираться в пещеру, оказалось, что плава, стекаясь с водой, образует булыжник, а автошахтер, пытаясь дотянуться до руды, все время ковыряет этот булыжник. Поэтому он взял и перенес такой генератор из природных условий на завод. Автошахтер у нас, соответственно, оборудован буром с алмазным наконечником, для того, чтобы он копал на максимальной скорости. Достаточно одной трубы. И также ОД-сканером. ОД-сканер позволяет сканировать территорию автошахтера на расстоянии от две клетки от него, во все стороны. Значит, применяется ОД-сканер для того, чтобы автошахтер не полез вот дальше, то есть ОВ-сканер, который больше территории умеет сканировать, он вреден, потому что если его туда установить, то автошахтер может полезть за соседней рудой и устроить эту техногенную катастрофу, раскопав из пол. Вот. Автошахтер, соответственно, питается энергией от ядерного реактора. Реактор состоит из двух урановых стержней, Тайосик 20 энергетических единиц затик. Охлаждает его один разогнанный вентилятор и один изолятор компонента. Значит, такая схема снимает 24 энергетических единиц затик. Как настроить реактор, чтобы он выдавал ровно необходимое количество энергии автошахтеру? Это достаточно просто. Я сейчас добавлю для своих экспериментов охлаждающих компонентов. Мы знаем, что одна урановая ячейка дает 5 электрических единиц затик. Соответственно, смотрим автошахтер, видим автохранилище пустое. 5 мало. Добавляем еще один стержень. 5 плюс 5 будет 10. Смотрим автошахтер. Опять энергохранилище пустое. Мало. Добавляем третий стержень, вот так отдельно. Смотрим энергохранилище. Опять мало, значит 15 мало. Добавляем четвертый стержень, уже 20 получается. Смотрим, смотрим, заполняется. Причем стабильно начинает заполняться. Ну вот, раз энергохранилище закончилось, значит 20 достаточно. Теперь можно применить более компактную схему расстановки стержней. А именно вот так два стержня стоящих рядом вырабатывают 20 энергетических единиц затик. С помощью планировщика реакторов, расположенного в интернете в открытом доступе, можно проверить, сколько же тепла выделяют эти урановые стержни. И снизить стоимость системы охлаждения, уменьшив количество вентиляторов. Поднимемся повыше. Автошахтер складывает булыжник в сундук. И сундука, промежуточной транспортировкой ресурсов, занимаются трубы и механические двигатели из мода Буилдкрафт. Вообще, все перемещение дополнительных ресурсов между сундуками и устройствами осуществляется на заводе с помощью труб и механических двигателей Буилдкрафта. Это удобно, так как механический двигатель в своем разогретом состоянии вынимает, не требует никакой энергии и вынимает один ресурс в секунду. Можно достаточно хорошо рассчитать систему, чтобы ресурсы не пропадали даром. Далее булыжник накапливается в сундуке, где по мере необходимости автошахтер забирает оттуда булыжник. Из трех булыжников создает 6 панелек. Это необходимо тоже для экономии энергии, для увеличения выхода материала для утилизаторов. Утилизатор, в свою очередь, с помощью ускорителей настроен на работу, чтобы он перерабатывал 7 ресурсов в секунду. Плата за это повышенное энергопотребление. В данном случае это 40 энергетических инизотик. Даже сейчас глянем более подробно. Вот он 42 кушает где-то, а потом молчит. Ну вот 40 ему надо, он будет есть. Соответственно, его надо подключать к сети 128 электрических единиц. Необходим трансформаторный апгрейд, который здесь и установлен. И необходимо уже устройство промежуточного хранения энергии. Это МФЕ. МФЕ в свою очередь выдает сигнал красной пыли, если оно пустое, на ядерный реактор. Ядерный реактор из предыдущей серии ProZavod на 120 энергетических инизотик. Я полностью про него рассказывал. Двигаемся дальше. Утиль сырье поступает опять-таки в промежуточный сундук. И по мере необходимости, когда наш генератор материи работает, механические двигатели включаются и начинают поставлять утиль сырье в генератор материи. Генератор материи крайне требовательен уже к энергии. Ему нужно 512 энергетический инизотик. Поэтому выстроен вот такой мощный ядерный реактор, который создан из трех ядерных реакторов. При этом каждый ядерный реактор окружен шестью дополнительными блоками. Один вот такой реактор вырабатывает 180 энергетических инизотик. Соответственно, три реактора, собранных в один с помощью реле, выдают у нас 540 энергетических единиц затик. И все это накапливается уже в МФСУ, который обеспечивает необходимое напряжение для непрерывной работы генератора материи. Теперь автоматическая схема чуть-чуть отличная. МФСУ выдает сигнал, если он пустой, это стартовый сигнал. Сигнал красной пыли по красной пыли по редстоун каменю достигает реакторов по этим двум цепочкам. Реакторы стартуют. Дальше начинает работать реле. Реле, в свою очередь, будьте внимательны, передает красный сигнал, редстоун сигнал красной пыли. И красная пыль уже передает сигнал реакторам. Дело в том, что если мы вернемся вот сюда и внимательно посмотрим на подсоединение детектора, то он идет прямо в реактор. И когда реле подсоединено прямо к реактору, оно воспринимает красный сигнал от реле, от детектора. А вот когда детектор подключен к блоку реактора, почему-то реактор не понимает, что на него идет красный сигнал и не работает. Возможно, это особенность сборки 1.112, индастриал крафтовский, а может так во все сборках. Так что будьте внимательны. В данном случае именно от реле идет красный сигнал, редстоун сигнал на красную пыль, и красная пыль уже стартует реактор. Заглянем в реактор. Здесь вы видите уже стандартный разогнанный вентилятор, окруженный четырьмя компонентными вентиляторами. Вот разогнанный вентилятор забирает 36 тепла с корпуса реактора, и сам уничтожает 20, а остальные 16 ему помогают уничтожать компонентный вентилятор. Дело в том, что это самая мощная, при этом абсолютно дороговечная и самая компактная система поглощения тепла, которая доступна в моде Industrial Craft 2. Поэтому она применена во всех реакторах, которые у меня промышленные, и ничего большего в настоящий момент лучшего изобрести не удалось, экономичного. Здесь видим расстановку урановых стержней, количество 10 штук, а также видим реакторный теплообменник. Этот вообще теплообменник используется в качестве градусника. Для того, чтобы вы видели, разогревается ваш реактор, и надо ли предпринимать какие меры, чтобы он не взорвался, или нет. Но вот оказалось, что вентиляторы охлаждения компонентов умеют с этого реакторного теплообменника снимать тепло. Поэтому в реакторе у меня после того, как отрабатывали вся схема охлаждения, оставалось лишних 12 единиц тепла. Он тут не только работает градусником, но также и поглощает 12 единиц тепла. Посчитаем, сколько же этот завод использует ураном. Значит, 3 реактора используют 30 стержней. Этот реактор использует 8 стержней. И еще у нас остается блок генератора, булыжника. Это, соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще 12. Итак, 30, 12, 8. Я посчитал заранее. Это будет 50 стержней. Значит, при этом работает такой завод 3 часа. На одной порции стержней успевает за это время выработать 5 блоков материи. Запустив такой завод 2 раза, мой герой израсходовал весь уран, накопленный с начала игры. К тому же, после того, как урановые стержни отработают, они оставляют за собой вот такие вот стержни. Почитал я в Википедию, это оказалось стержни с объединенным ураном. И по определенной схеме их можно обогащать. К тому же, оказалось, существует кроме вот такого рецепта, когда мы из баночек урана создаем стержни. Оказывается, существует еще рецепт, когда мы из уже обогащенного изотопного состава создаем с помощью пыли урановые стержни. Это более экономичный режим. И вот, используя технологии обогащения урана, можно действительно обеспечить такой завод в необходимом количестве урановыми стержнями. Для того, чтобы все-таки нагенерировать материи в нужном количестве и перейти уже к солнечным панелям, начать получать энергию из воздуха. Поэтому моему герою пришлось осваивать технологии обогащения урана. Как это было, будет рассказано в следующей серии. На этом все. Большое спасибо вам за внимание. Всего доброго.